И рисунок, и колорит, и светотень, и характерность, и чувство цельности своей задачи, и композиция – все было у Серова и в превосходной степени. Такими словами описывал дарование своего ученика педагог Павел Чистяков. Сегодня творение Серова продается на аукционах за многие миллионы долларов, но при жизни автор живописных шедевров никогда не являлся обеспеченным человеком. После скоропосниженной кончины он оставил семье около 50 рублей, которых не хватило даже на похором. Для сравнения, утро стрелецкой казни Сурикова было куплено меценатом Третьяковым за 8 тысяч рублей. Маковский за одну из своих картин просил 20 тысяч рублей, а продал ее американскому ювелиру за 60 тысяч. Серов же брал от 1000 до 2000 рублей гонорара, а за полотно девушка, освещенная солнцем, получила от Третьякова 300 рублей. «Большая дорога лежит перед этим художником», – заявил Третьяков, которому коллеги-передвижники Мисаедов и Маковский в лицо бросали грубые и несправедливые слова. Что за ерунду он купил для своей галереи? Имелась в виду техника светотени, которую применил Серов к солнечной девушке. Написал эту вещь, а потом всю жизнь, как не пыжился, ничего уже не вышло. Тут весь выдохся, сокрушался мастер. За год до этого он показал миру другую героиню, девочку с персиками. Картину, ставшую визитной карточкой и открытием русского импрессионизма. Творить в мрачных тонах, как его первый учитель Репин, Серов не хотел, поставив себе цель писать отрадное для души человека. Приглушая яркость с тонов, художник добавлял естественности и смешивал три жанра – живопись, пейзаж, интерьер. Все, чего я добивался – это свежести, той особенной свежести, которую всегда чувствуешь в натуре и не видишь в картинах. Пейзажи и портреты известных личностей выходили из-под кисти дворца один за другим. Взгляд Серов обладал способностью подмечать малейшую деталь в природе или во внешности, характере или лице человека. Но в салонах, несмотря на возраставшую популярность живописца, начали побаиваться его откровенных портретов. А вот портрет государя удался. Быть может, это одно из лучших изображений Николая II. Серов первым из художников уловил и запечатлел на полотне мягкость, интеллигентность и вместе с тем слабость императора, утверждал живописец Коровин. Действительно удивительный портрет. Серов умел удивлять не только своих почитателей, но и коллег. Так Репин, увидев портрет Ида Рубинштейн, не мог поверить, что это написал его Антон, как называли Серова, в близком кругу. А занавес, выполненный для балета Шахеризада, очаровал всех театральных эстетов. Ходят легенды, как, живя в Париже, Серов сам расцветал, как красная роза, которую он всегда держал в руках, когда направлялся в музей Лура. Наверное, от своих предшественников он напитывался той энергией и светом, который отражал в своих работах, неустанно работая кистью и карандашом с девяти лет. Впервые всю значимость потери художественный мир смог оценить на полной посмертной выставке Серова, состоявшейся в 1914 году. Одна из его дочерей сказала, «Всех поразило невероятное количество работ. Когда, как было им столько сделано за такую его короткую жизнь? Он умер 46 лет, и так незаметно для окружающих». Объясняется это отчасти тем, что он очень мало говорил о своих работах, очень мало о них рассказывал. Как видно, для его творчества ему не нужно было никакой словесной помощи. Субтитры создавал DimaTorzok